Мы с Азатыка проводим соцопрос. Сейчас в обществе мы усердимся такой вопрос о двоеженстве и троеженстве. Как вы смотрели на это? Нормально. Нормально? Надо поддержать. Да? Да. А почему? Потому что это польза для общества будет. В каком плане? Ну, в плане того, что много девушек, которые еще не вышли замуж. Сейчас большинство ходят незамужние. И чем они занимаются? А если они выйдут замуж, например, пускай она выйдет второй женой, третьей женой, четвертой выйдет женой. Зато она будет дома сидеть. И она будет обеспечена. Она будет рожать детей. Она будет воспитывать детей. Понимаете? Если у этого социально обеспеченного человека есть возможность, пускай берет. Бесмилля, здесь ничего такого плохого нет. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Не знаю, что я не знаю. Без оздоровлены, 3 паласы кайтиш болып кеткен, кьюезу кайтиш болып кеткен, балдары жаш, 7 юбилен, каржилаватам. Каржилаватам азырынча. Беру кал келин жаш, дағы төрөйтірган уқығар. Может быть, келечекте, башкаларға үлгі олыш үчін, без ошону не кеғейп, аял қылалдығы ниетез бар. Канча жашы мұз сізді айырмасы? Айырмасы, мен менен Айырмасы кететкен онным беш шаш. Мұзамды, мен, мұзамды, лэе мұзам, құран. Мечт, мештт не кеғwartты? Мечтт да не кеғіп айты, оға? Мечтті тыс салғынған не кеғып калшы, үкенчеві,一з үчен чаяғы, Мечтті не кеғығама, оранған. Мен өзім не кеғығамдын сартыyim белем. Ну, например, султаны там, падишахи, они сколько себе жен позволяли. Ну, это султаны падишахи. Но у нас в Кыргызстане, я думаю, лучше тратить деньги на благотворительность, лучше тратить деньги на что-то, то, что действительно нуждается в деньгах, чем я против многоженства. Добрый день, мы с Азатыка проводим соцопрос, сейчас в обществе муссируется такой вопрос о многоженстве. Поддерживаете? Нет. Нет, конечно. Почему? Почему? Ну, представь себе, только ела бы могу покормить, как вторую еще? Представь себе. А если бы смогли прокормить? А, тогда, конечно, можно. Ваша жена сейчас не слышит? Да, пока не слышит. А если вы слышите? Ну, не знаю, если слышит. Пусть сперва обеспечат первую, нормальную, единственную, официальную жену. Ну, а если человек будет обеспеченный, который в состоянии... Пусть поможет тогда родственникам по законам ислама. Потому что сперва нужно помочь себе, потом родителям, а дальше родственникам. И если уж очень много денег, и хочет много детей, у нас в домах приюта, да, вот, очень много детей беспризорных. Пусть тогда возьмет на попечение, без проблем, и сделает добро. Когда первая жена, например, постарела, она не в состоянии там что-то делать по дому, да? А вот, келчи дату холдорду. Спокойно ли, да? И жена была согласна, и дети были согласны. Чтоб дома был мир. Жили же. Торова? Значит, надо его заканивать? Надо, наверное. Наверное, надо. Это не будет ущемлением прав первой жены? Конечно, я бы тоже не хотела. Но есть, чтобы муж не ушел совсем от семьи, от детей, да? Многие соглашаются. Ну, если было бы хорошо, если мужчины такие богатые, ну, богатые, ответственные, которые, да, могут себе позволить много жилства. И за ком будет конкретно направлен на состоятельных людей? Нет, ну, потихонечку будет, вот, потом, для состоятельных людей, потом, после этого, как-то наши тоже, вот эти, которые мужчины тоже, наверное, возьмут на себя ответственность. И они будут... Будет стимул богатеть? Да, да, стимул богатеть. Чтобы жениться на второй или на третьей жизни? Да, да, так думаю, да. Значит, вы поддерживаете многоженство? Ну, 50 на 50. Думаю, вторая жена, это уже любовница, я считаю. А я не поддерживаю. Если может быть... Узаконить любовницу можно? Нет, нет, я не поддерживаю, нет, нельзя, думаю. А вы считаете, что многоженство как-то искренне? Проституция? Ой, этот вопрос я не буду отвечать. Нет. Ну, наверное, проституция, наверное, зависит от самой женщины, от мужчины, от личности. А потом многоженство, это, наверное, никак не влияет на... Я так думаю, это мое личное мнение. Отсознание самой женщины. Сейчас женщины многие уже, как бы, самодостаточные, многие. И вопрос о том, что мужчина может решить проблему женщины, я считаю, что это неправильно. Я лично считаю, что разженился. Просто надо уже до конца идти с этим человеком. И когда, тем более, дети есть, двоеженство не нужно. Это будет просто соблазн для мужчины, чтобы просто второй раз жениться. А это незачем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова